Привет, друзья! С вами просто вы смотрите очередной выпуск информационной программы новости Apple. Сегодня в выпуске речь пойдет о презентации iPhone 8, беспилотном автомобиле Apple и многом другом. На фоне слухов об отсутствии кнопки Home в iPhone нового поколения, издание Bloomberg удалось узнать, что в Купертино тестирует новую систему навигации по iOS. С помощью жестов и специального дока в iOS 11. Для возвращения на домашний экран, например, можно воспользоваться свайпом из приложения, как это реализовано на iPad. Для вызова многозадачности – медленным свайпом снизу вверх. Отмечается, что док в новом iPhone с iOS 11 можно будет вызвать из любого приложения. Ранее соответствующую информацию находили в коде прошивки колонки HomePod. Функция беспроводной зарядки, которая так ожидается, войдет в перечень главных нововведений предстоящего iPhone 8. Может разочаровать будущих владельцев смартфона своей недлительностью. По данным японских SMA, максимальная выходная мощность, поддерживаемая индукционным модулем смартфона, будет равна 1,5 А. Таким образом, вероятно, в Купертино хотят уберечь аккумулятор от раннего старения, а себя – от проблем с гарантийным обслуживанием. Следующая презентация Apple, в ходе которой компания представит целый набор новинок, включая iPhone 8, действительно пройдет 12 сентября, сообщает журналист из The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. По данным издания, в данный момент компания активно готовится к одному из самых грандиозных мероприятий за последние годы. Ожидается, что хедлайнером презентации станет юбилей на iPhone 8 с огромным дисплеем и стремящимся к минимумам рамкам. Помимо смартфона, на мероприятии может дебютировать третье поколение Apple Watch. Часы оснастят встроенным модулем LTE и более производительным железом. Также мы можем увидеть Apple TV5 с поддержкой форматов Ultra HD и HDR10. Как известно, Apple располагает несколькими кроссоверами Lexus, оборудованных сенсорным и камерами, которые компания использует на дорогах США для тестирования своего программного обеспечения для беспилотных автомобилей. Однако новый внедорожник, замеченный читателями MacRumors недалеко от офиса Apple в Калифорнии, значительно отличается от ранее опубликованных фотографий автомобилей. Это новый кроссовер от Lexus 450H 2017 года выпуска, в то время как ранее Apple использовала автомобили на два года старше. Помимо этого, машина имеет новую систему видеофиксации LIDAR, которая позволяет автомобилю сканировать дорогу и принимать решения о совершении маневра. Как видно на снимках, две основные системы LIDAR установлены спереди и сзади автомобиля. Каждая окружена четырьмя сенсорами и камерами. Когда машина посылает лазерные лучи на объект вокруг себя, она создает 3D-карту среды, что позволяет ей избежать препятствий и останавливаться на светофорах. Можно заметить, что в автомобиле находится как минимум двое испытателей, видимо на тот случай, если система примет неверное решение. Примечательно, что в свое время Джонни Айв был категорически против сканера LIDAR на крыше, но в итоге Apple так и не удалось разработать альтернативное решение. Компания Apple не оставляет попыток интегрировать дактилоскопический сканер под дисплей фирменных смартфонов. Это следует из материалов соответствующего патента, описывающего акустическую технологию считывания отпечатков. Новая разработка не требует непосредственного контакта с пальцем, что позволит преодолеть множество ограничений и меньше зависеть от поставщиков. Утверждается, что в основе описываемой технологии сканирования лежит система акустических преобразователей. Именно они при контакте пальца с дисплеем посылают ему ультразвуковой импульс, который, возвращаясь, несет в себе акустическую структуру отпечатков. Основная трудность, препятствующая реализации данного метода, это высокое напряжение, необходимое для приезда электрических датчиков, обеспечивающих проводимость импульса. По некоторым данным, Apple уже придумала, как преодолеть угрозу удара током. Для этого, чтобы оградить пользователя от малоприятного контакта с высоким напряжением, в конструкции сканер планируется встроить дополнительную систему контроллеров, управляющих подачей электрических импульсов. Если все пойдет по плану, новая технология идентификации может дебютировать уже в следующем году. А на этом все. Новости недели подошли к концу. Ждите следующий выпуск ровно через неделю. Пока-пока!